МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами собрались на такое торжественное и необычное собрание. Сегодня мы отмечаем 105 лет ленинского комсомола. И у нас будет большой праздничный концерт, в котором прозвучат песни, сопровождавшие вас по жизни. Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, в тревожную даль запер. Советская песня – наследие, которое принадлежит всем. Она объединяет нас в единый народ, приобщает к своей истории, внушает гордость за победы предков, веру в их идеалы. Они жили и работали под звуки советской песни. И мы, их потомки, имеем право ее слышать. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Мега, мое сердце, в тревожную даль запер. Советская песня интересна, потому что она классная. Это достаточно профессионально сделанный музыкальный продукт. И он сделан не потому, что государство заказывало эти произведения, а потому что люди, которые занимались этой работой, они были высокопрофессиональными людьми, композиторами, поэтами. Я сейчас просто не хочу обижать, беру песню шамана. Я иду по полю, надо мной гуляет и ведет вольный ветер. Он такой же вольный ветер, как и я, потому что я русский. Где рифма? А что, казах не так идет по полю? Или грузин? Был Советский, так сказать, союз. Была цезура. Почему были такие хорошие песни военные? Ну, сейчас миллион песен, бери «Темная ночь», там, оказывается. Мы берем-берем все качество, высочайшее качество текстов. Люди, проучившись в литер-институте, имея огромную газетную практику, и там сидели люди, говорят, ну, это нельзя принимать, вот, простите, нет рифмы. Отполированное качество советской песни служило одной цели – воспитанию слушателя. Авторы служили народу. Не в том плане, что были бессеребренниками. Гонорары выплачивались приличные, но их творения жили для людей и принадлежали людям. Теперь на этих песнях зарабатывают. Зачастую те, кто к их созданию не имеет никакого отношения. Авторское право возникает на момент создания творческого произведения, действует вплоть до кончины автора, а затем еще на 70 лет становится предметом купли-продажи или дележа по наследству. То есть 70 лет прошло, то есть, вот, там, с момента смерти Чайковского, и весь мир вдруг всколыхнулся по поводу любви к русской музыке. Просто почему? Потому что мне надо будет платить за это все. Причем нужно понимать, что произведение может создать один человек, потом перейти на это произведение исключительное право, например, его работодатель, если это служебное произведение, или человек может продать исключительное право. Купить может любой. И сейчас активно используются сервисы, когда блогеры или пользователи соцсети просто один кликом покупают определенный продукт, и в течение 15 минут сделка происходит. То есть ставите галочку, какие вам права нужны, по каким произведениям, вам приходит счет, вы его оплачиваете, и все. На этот вопрос закрыт. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Этот концерт, посвященный 105-летию ВЛКСМ, был записан телеканалом «Красная линия» и выложен на платформу YouTube для всеобщего просмотра. Видеохостинг заблокировал запись концерта под предлогом нарушения авторских прав на исполнение шести песен. Это одна из них. И вновь продолжается бой И сердцу тревожно в груди И лени такой молодой И юный октябрь в грязи И вновь продолжается бой песня советского композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. Вот она, Александра Николаевна, радуется сцены зрителей своей песней, но по логике YouTube нарушает при этом собственные авторские права. А все потому, что, опять-таки, по сведениям видеохостинга, права эти принадлежат уже не Александре Пахмутовой, а американской компании «The Orchard Music». У таких компаний, как YouTube, Facebook, российские социальные сети даже нет попыток выяснять истину и докапываться до правовладания. Если поступает какая-то претензия, они не разбираются в этой претензии, они не пытаются выяснить, кто на самом деле автор. Они просто блокируют. Сбором вознаграждений за использование музыкальных произведений занимаются различные издательства. Более крупные из них аккредитованы государством и у всех на слуху, как российское авторское общество, например. Но есть и множество более мелких частных контор. Конечно, наше нужное нам произведение может оказаться в руках зачастую неизвестно кого. Иногда приходится проводить целые расследования для того, чтобы найти конкретного правовладателя. Мини-расследование провели и мы. Администрация YouTube сообщила, что претензии телеканалу за исполнение на концерты песен предъявили четыре компании. Отечественный «NDA Sound», он же «Звонко Диджитал», и американские «The Orchard Music», «One RPM» и «Merlin Revelator». У них нужно просить разрешения на исполнение таких песен, как «Комсомольцы-добровольцы», «Стройотряд», «Комсомол, комсомол, комсомол». На наши просьбы назвать правообладателей этих песен ответил только американский «Merlin Revelator». Подтвердил, что исключительное право на исполнение песни «Комсомольцы-добровольцы» принадлежит его клиенту, но отказался уточнить, кому именно. Потому что ни YouTube, ни издательство отчитываться или предоставлять информацию о правообладателях не обязаны. Хотя попытки создать базы данных, в которых хоть как-то фиксируется, кому принадлежит исключительное право, постоянно предпринимаются на практике, конечно, ни одного полного реестра нет. Таким образом, это сфера, в которой царит максимальная такая свобода, граничащая с анархией. И при этой анархии каждый щелчок мышки влечет за собой движение денег. Причем в глобальном масштабе, который для российских авторов, особенно после начала СВО, далеко не в полном объеме доступен. С приходом интернета и загрузки музыкального контента очень многие нечистые на руку издатели, в том числе из-за рубежа, они активно этим использовались. Запускаются специальные компьютерные программы, так называемые черви, которые отыскивают на ресурсах никем не обозначенные музыкальные произведения. И затягивают их в каталоге того или иного издателя, который хочет на этом просто нагреть руки. Песни уходят на Запад и по вполне законным причинам. Эммигрируют авторы или их наследники, авторские права продаются или передаются в управление зарубежным издателям, которые не собираются углубляться в нюансы взаимоотношений внутри российского культурного сообщества. Как пример. Юра Шатунов в России. Шатунов сказал, ну как, я исполнитель, мне автор разрешил настоящий, я пою. А Разин сказал, а я зарегистрировал это все в Америке. И зарегистрировал. И в Америке Шатунов не имеет права петь эти песни. Ну, по регистрации их. Он умирает. А у него особняк в 12 миллионов евро в Германии. А там Разин говорит, стопа, а теперь нарушение авторских прав. Он же пел-то их. Пел. А мы-то ему не разрешали. Не имели я права на наследство этого особняка. В соавторстве с поэтессой Инной Кабыш Николай Сахаров создал песню «Собирали Россию веками». Неоднократно исполнял ее на концертах, начиная с середины двухтысячных. Зафиксировав, так сказать, свое авторство. На телевизии она вообще-то не звучит. Ну, я так понял, что думаю, ну, раз не звучит, значит, что-то в ней пугает. Хотя я не понимаю, что. Но кто-то мне сказал однажды, вы знаете, вы как-то очень... Сейчас покасательная надо вот, патриотическая. Одна редакторская. Я говорю, это покасательная, это как? Я говорю, может, вы мне покажете? Мы жили когда-то в единой стране. Мы ею гордиться привыкли по праву. Когда потеряешь, то ценишь вдвойне. Россия хотим обрести бы державу. Не начинают русские войны. Им о войне известно слишком много. Берутся за оружие их сыны. Когда война у самого порога. Собирали Россию веками И теряли опять, и опять Было время разбрасывать камни Нынче время пришло собирать Оба автора в зале, а о правах на исполнение песни заявляет американская компания OneRPM. Не должна была их песня звучать на концерте. Передо мной вообще какой-то мальчик Пел, который первый раз пел Песню русской танкалеши. Песню Пахмутовой пел Феликс Ирикати Комсомольцы Добровольцы. Ну, уже Добронравова нет. Понятно, что это ее, да? Оказывается, это не наша, а какой-то, как ее Саша, не помню, какая это, Беркман, Беркман. В Америке авторские права ей принадлежат. Мы ее в глаза не видели. Ну, хорошо, они могли отследить меня. Долго эта песня. Сотни эфиров были. Сотни. Но что русский танкалеши, я там впервые спел, вот сейчас она была впервые исполнена, что она уже залитована там. То не ветер на поле затих, То по миру дрожь прошла волной, Он пошел один на восьмерых, Он за правду вырвал этот бой. Кто такой и как его зовут? Навсегда запомнят времена. Песня – один из самых мощных инструментов влияния на сознание человека. Идеи в песенной форме беспрепятственно проникают в умы. И то, что такие произведения моментально блокируются во время объявленной России войны по всем фронтам, вряд ли можно назвать случайностью. Значит, существует, наверное, на уровне, я не знаю, НАТО, в которые мы не входим, или чего-то там, каких-то объединенных, какие-то организации западных, какая-то структура, и воруют они именно слово. Потому что в этом концерте, который украли они и залитовали, слова были хорошие, потому что это были старые песни. Или новые, неблохие. Вот поэтому. Конечно, в подобных случаях, когда сами авторы, не согласные с притязаниями зарубежных издательств на нашу песню, свои права можно отстоять через суд, затратив и время, и деньги на доказательства очевидного. Но есть произведения советского периода, права на которые приобретены иностранцами, вполне законно. В условиях СВО можно было бы предусмотреть какую-то льготную историю, связанную с обращением и введением таких произведений опять в оборот. Чтобы не уходили годы на согласование каких-то нюансов, и не уходили какие-то сумасшедшие суммы по этому поводу. Потому что за эти произведения люди уже получили там все, что возможно. И, как правило, сейчас они находятся в руках либо издателей, либо наследников, которые не имеют прямого отношения к факту создания этого произведения. В некоторых случаях правоохранительные органы, суды как-то негласно помогают, ну, например, умирающим кинотеатрам. Все западные киностудии взяли и отказали российским кинотеатрам в правомерном прокате всех последних западных фильмов. Поэтому стали изобретать какие-то механизмы типа претянсного обслуживания. Положительные изменения в нашем обществе, связанные с СВО, хорошо бы распространить и на территорию смыслов наших песен. Все-таки должны быть какие-то требования к качеству произведений, рассчитанных на массового слушателя. Не только давить на эмоции, а информировать, заставлять думать. Очень много примеров. В том числе, к сожалению, патриотического плана, когда без конца Россия силы рифмуется у нас. И поэтому советские песни. Опять-таки, потому что там слово было, там был лид. Мы вернемся, обязательно страна вернется к тому, что будут нормальные тексты, будет лид, и будет обязательно цензура, что это нельзя делать. Я в таежном смолистом краю Встретил лучшую песню свою До сих пор я тебя, мой палаточный брат Большей жизни всего я люблю Так уж вышло, что наша мечта На плакат из палаток взята И уже историческим стал наш портрет Только это, друзья, суета Это все суета Ведь не вся еще жизнь прожита Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!